В Волжском, как и во многих городах страны, пытаются решить проблему парковок автомобилей во дворах. Например, людям предлагают организовывать стоянки самостоятельно, что и сделали жильцы одного из многоквартирных домов Волжского. Они за свой счет обустроили временные места на 40 машин, разгрузив тем самым проезды возле своей высотки. Однако просуществовала парковка совсем недолго. Почему инициатива граждан не нашла поддержки, узнавала и Екатерина Краваева. Рядом с этой высоткой по проспекту Ленина в Волжском, как и в любом дворе, всегда много транспорта. Не пройти, не проехать. Весной этого года жильцы своими силами организовали здесь стоянку для автомобилей. Такую инициативу волжан сегодня активно поддерживает местная власть. Правда, специального разрешения от мэрии люди не получили, как, впрочем, и отказа от чиновников. Однако сейчас о стоянке напоминают только щебень и нарисованные краской места для машин. Здесь была грязь находилась, здесь невозможно было ездить. Вся грязь тянулась по всем дворам, ни дети, никто не мог просто проходить. Все согласились, мы собрали все подписи у жителей. Никто против, кто там, мало ли что может быть. Все были за. Ну, дальше что? Была выделена инициативная группа, мы им отдали деньги, они дальше провели все эти работы. Так, за многоквартирным домом появилась цивилизованная парковка со специальными столбиками и тросом для заграждения. Но радость жильцов от решенной проблемы, куда деть свой автомобиль, была недолгой. Мы получили письмо от администрации о том, что здесь расположены инженерные сети, две существующие линии телефонизации. Они как бы проходят там, нам они абсолютно на нашей стоянке никаким образом не смешают. Также написано, что здесь должны быть строительства автодороги местного значения. Вот, например, построил второй град свой магазин. Должна быть тут идти дорога. Где она должна идти, в каким... Если она пройдет, например, когда она пройдет, когда это будет, неизвестно. И я не думаю, что этот магазин будет сносить для того, чтобы построить вот эту дорогу. Дальше больше. Спустя время, рассказывают жильцы, парковку без уведомления людей просто-напросто ликвидировали. Волжанам осталось только недоумевать. Я не знаю, кому помешала эта стоянка. Она только лишь разгрузила парковку во дворе. Сейчас мы можем... Я вот с ребенком гуляю с коляской, я могу нормально пройти на детскую площадку. А так вот, когда машинами заставлено, там просто невозможно пройти. Мы разгрузили двор. Могут и машины, там, спецназначения проехать, и скорая, и пожарная. От комментариев по данной ситуации в мэрии Волжского отказались. Между тем, сейчас площадка из щебенки превратилась в место общего пользования. Сюда ставят свой транспорт жители всех окружающих домов. А люди признаются, они вряд ли еще раз рискнут проявить инициативу по наведению порядка в своем дворе. Екатерина Краваева, Василий Кострыкин, телекомпания «Ахтуба».